Привет, девчонки! Съемку ведет и наше. Всем приветик! Продолжим лавандовую историю и лаванда-ирис. Добавила вам еще Василек. Сегодня миксану эти два цвета. Покажу, как вам вывести еще дополнительным, допустим, каким-то цветом. Девчонки, здесь, вот так чуть отставлю, все переодела, все переодела. Наш идеальный костюм. Сюда рядом добавила красный, чтобы вы видели, как на контрасте красиво работает этот леопард. Там, опять же, подтянули тон в тон пайеточный жакет. Сюда уже к удлиненной блузке от костюма с шортами я добавила вам полоску. Вот в этом случае мы могли бы вот таким вот красивенным каким-то ремешочком шоколадного цвета или цвета ириски собрать вот этот образ. Ну и там у нас шорты и жакет. Его, наверное, не видно. Не видно. Ну и ладно, сейчас будет видно, смотри. Раз, вот так, и все видно. Здесь шорты прицепила к удлиненному жакету и добавила хлопковую кофту. Мне просто сам монтаж вот этот очень нравится. Девчонки, здесь вообще все понятно. Птицы идеально попали к рыбке. Этот леопард по фону попал. Это пенка, это сливка попадает по фону. И штаны, которые лампас, розовая фуксия. Как раз к розовым головкам самих птичек на ветровке. Сама ветровка, девчонки, такая, ну не мелкая. Наверное, 50-я, да? Не, 52-я. А, 52-я, ну вот и на лушу знает, поэтому она хотя бы скажет. На мне, девчонки, зипка есть в продаже. Полоска есть в продаже. Штаны спортивные есть примерно похожие. Ну и, собственно, кедики нет в продаже. Но у нас есть кедики с лампасом. В принципе, я могла вам и в них ролик вести. Просто очень ногам холодно, поэтому я сегодня в таких поролоновых кедах. Ну а что с этим делать? Девчонки, начнем романтик. Значит, здесь у нас вот такое базовое платье-сарафан. Вот сюда чуть-чуть подтащу ее. Базовое платье-сарафан красивого цвета ирис. Мы сюда с вами добавляем василек. Я хочу, чтобы вы эти два цвета компоновали. Но тут надо очень дозированно. Если вы добавляете какой-то еще цвет, он должен быть невнятный. Вот здесь я вам ничего не добавляю. Я здесь вот так вот и оставляю. Но хочу, чтобы такая романтичная история была. Я сейчас вот так вот подвяжу. Это платок. Ну и вот так его оставлю. Вот так его оставлю. Сильно не душите себя. Лето все-таки скоро. Девочки, к этой теме. Ну, наверное, вот так вот. Потому что здесь, понимаете, нужно вот этот добавочный тон, который вы хотите. А здесь он есть. Тут есть серая окантовка. Едва заметным сделать. Он не должен. Здесь четко должен василек работать и сирень-сарафан. Здесь просто вот... Бывают такие... Вот, девчонки, видите, это у нас платочек. Такой платочек. Можно... Шифоновый. Можно платочек к бомберу очень красиво, когда дунькой подвязан. Вообще к бомберу вот такой спортивной, понятной одежде очень красиво, когда дуньки вяжутся. Женственность, да, такая? Да, и на такое... И спортом ходит. И такой вот микс такой очень сложный. Мне нравятся такие миксы. Друженьки, здесь главное по цветам. Вот они вроде бы сочные, да, но они нет яркости в этих цветах. Вот это хотела вам донести сегодняшним роликом. Значит, здесь у нас укороченные хлопковые брюки королевский пурпур. Сюда мы добавляем с вами лаванду. Чувшенки, смотрите, как лаванда опять красиво работает. Здесь мы сверху даем тоже такой вот небесный цвет. Он в сиреневу. Видимо, это такое все-таки ближе к вечернему небу. Но, девчонки, здесь вот жуком мы подтянули к пурпуру. Можно остаться в этих кроссовках. Они потому что тут по стилю попадают. И подошва у них опять же все это собирает. Образ здесь не классический, девчонки. Кажется, что добавляем классический жакет, и у нас классика. Нет, не классика. Брюки слишком короткие. Они расклешенные к низу. Такая не история про классику. Хотя я вам показывала какие-то классические истории. Вот здесь тоже сейчас смешение будет. Бант в виде пояса на самих штанах. Бант же у нас идет на вот этой вот блузке. Девчонки, чуть-чуть вам вот так вот ее сделаю. Просто хочется, чтобы вы бант рассмотрели. И сюда мы добавляем хмурое небо, жилет. Смотрите, что здесь происходит. Вот этот выбеленный тон жилета нам прибивает яркость опять всего цвета, который у нас добавлен. Но, девчонки, прибивает, но не убивает. Здесь вот все по лаконичности, все понятно. Во-первых, хмурое небо, это близко к голубому. Так как он немножко с какой-то такой вот есть сиреневинкой, конечно, он подходит к пурпуру. Останемся в кроссовках. Кроссовки заходят сюда. Там на подошве есть такой цвет. Помните, как брошечку можно перестегивать на плечо. Не обязательно ее... Если бы это был жакет, можно было перестегнуть ее на манжет. Брошки... То есть ее можно гулять, да? Вообще, на ее вот прям гуляй, как хочу. И я бы ее вообще вот сюда вот нахожу. Как присесть потом, единственное. Ну, будете стоять, девчонки, что? Вот, если красиво-то наряжено, что бы не постоять-то, господи? Постоите где-нибудь, красивая вся звезда. Сами витрину себе создайте и встаньте в нее. Девочки, платье... Опять, вот, очень много вопросов. Длина платья, как мы это платье можем обыграть. Девчонки, мы это платье можем обыграть только либо укороченным бомбером, либо удлиненной курткой. Больше никак. Так, если мы с вами добавим, допустим, тренч, я уже это как-то вам показывал, добавлял. Это да, это тоже красиво. Ну, раз мы уже остаемся в этих кроссовках, ну, давайте тогда тянуть что-нибудь такое серое. Давайте я тогда вам вот это подтяну сюда. Ну, оно не такое не серое, а французский серый. Ну, девочки, здесь же жакет роль не играет в платье. Здесь роль играет в длина. Вот видите, мы сейчас попали в длину. Помните, да, это и остаток хвоста платья. Попали в длину. Жакет угадать надо. Вот чуть он будет короче, пойдет подстрел. А если это будет бомбер на ножке, то подстрела не будет. То у вас это все будет как раз красиво сочетаться и зрительно все это восприниматься хорошо. Нужно понимать. Вот видите, куда мы должны попасть? Вот откуда идет юбка по косой. Вот такой вот короткий бомбер. Нет, тот удлиненный. Вот такой вот короткий бомбер он сделал свое дело. Показала с жакетом. Нравится, как с жакетом. Девчонки, здесь получился прям такой очень интересный костюм. Смотрите, мы королевский пурпур добавляем к форме на синему. Здесь у нас лампас такой прям явный-явный, лаймовый. Сюда мы чуть-чуть гасим этот образ. Тренчим. Опять же, королевский пурпур. Но бабочку цепляем все равно к лампасу. Вот это убираем. Не подходит оно нам, причем совсем. Вот это вам что-то развернуло так вот. И на просто красиво. Да. Вот. И сейчас мы сюда с вами добавим. Вот оно что-то. Хотелось бы, конечно, вот так добавить. Можно, девчонки, яркие кеды добавлять, если вы яркость добавляете в виде какого-то платка или шарфика. Если у вас вот такой вот есть цвет в этом шарфике, можно кеды. С ними ничего плохого не сделается в этом образе. А здесь как раз-таки на какой-то тончайший шарф-то. Ну да. Что-то я про него забыла уже. Моун-шелк. Да. Вообще просто какой-то нежняцкий. Вот. Можно сделать акцент на вот такими вот пятнышками на ногах. Палаццо все равно перекроют и будут видны только носики. А мы с вами эти носики тянем к вот этим вот огурцам. Там есть такие цвета. Я вам вчера давала это все с какими-то такими леопардовыми мотивами. А сегодня уже решила немножко леопарду брать и добавить королевский пурпур. Но у нас же всегда должно быть как все на грани. Опять же, платье. Девчонки, смотрите. Вот здесь вот платье на фоне скорлупы. Разные-разные размеры вот этих вот мандаринов. Вот. Мы сюда с вами можем дать куртку. У нас есть куртка-джинсовка. Мы сюда с вами добавляем джинсовку. Камни есть такого цвета, как лайм-окантовка на самом вот этом мандарине. Может быть, он и апельсин, кстати. Инна, там видно это? Да. Вот он. Вот он. Вот мы добавляем сюда джинсовку. И если вы захотите, вы можете добавить еще и дуньку. Вот, девочки, что мы делаем. Мы единственную окантовку... Давай сильно глаза не будем закрывать. Мы единственную окантовку, которую имеем на платье, можем подтянуть. Вот он, ванильный. Здесь мы нашли камень такой. Вот так вот это можно затянуть вместе друг на друга. Я бы, конечно, сюда какие-то кеды более-более понятные сделала. Вот так бы, наверное. К платку, да? Да-да, не хочется загружать. Просто, если перегрузишь, то тогда тоже это лошадь. Мы уже с вами видели. Да, она красивая. Там две даже. Две лошадки. Сейчас мы вот эту лошадку, я вам тоже еще ее хочу подвести. Там такой красивый-красивый образ. Я хочу вам сейчас дать его, эту лошадку. А платки, девчонки, добавляйте платки вообще для души и для настроения. Вот мне кажется, да, если вам выбрать один какой-то фон с одежды, со своей, тот, который вам приятен и который вы носите, у вас вообще быстро монтаж этот произойдет. Вот просто. Вот кто-то носит вот такие вот расцветки платьев, а кто-то носит яркое, красное, пурпурное. Да, девчонки, тут по-разному. Вот сейчас вам покажу, кстати, про штаны здесь конкретно прям тема. Смотрите, пурпур добавляем. Сюда дадим с вами футболку. Ничего плохого не написано. Кто хочет, переведет. Я переводить не буду. Я знаю, что написано. Футболку добавляем. Опять возвращаемся к курке. Видите, футболка чуть-чуть выварена. Но вот этот фон вываренный, да, выгорелый. Он все равно ловит у нас вот этот пурпур. Опять возвращаемся к джунсовке. И вот просто как штаны, вот единственные штаны, они выдернули все цвета вот этих камней, которые у нас самих, да? Да. Вот, пожалуйста, вот просто так это сделать. Только вот так, если вы подтянете. Ну и все, я вот сюда вам вот так вот выведу этот платок. Девчонки, знаете, почему платок вывожу? Вывожу. Здесь у коняшки есть вот этот вот цвет в гриве. Красиво. Я хочу, чтобы у вас все равно девчачья история больше присутствовала в вашей одежде. У меня она тоже присутствует, но очень-очень редко. Если только куда-то события какие-то. А вот так вот, чтобы быть мобильной, ну, девчонки, вот все, что имеем для прогулки с собакой, то и носим. А раньше, Инна, кстати, не так было, мы наряжались. Ну да. Видите, как все поменялось? Все в нашей голове. Да, да, все вот, все от головы. Как? Что задумал? Как придумал? Брюки хлопковые палацу. Сюда мы даем с вами красивенная футболка. Она в лавандовую историю. Я просто хочу вам опять вот эту рубашку. У нас одну рубашку забрали, а цвет тоже сочный остался. Который мы с вами решили, что она вывертыш, но она не вывертыш. Ну нет, там. Но вы можете так делать. И скажете, что мы с вами сказали и разрешили. Девчонки, ну вот, видите, что здесь хотела? Мы вчера очень акцентировали на этот синий. Я выделила вам этот синий больше, чем уже возможно. Ну и, конечно, поддержка бейсболки идет. Помните, говорила про серый вот этот оттенок? Смотрите, что мы делаем. Мы сюда с вами можем добавить вот эти кеды. И у нас все объединится. Цвет бейсболки такой же холодный, как на кедах. И здесь он тоже же присутствует. Уже говорила, что вот эти рубашки, девчонки, это флисовые рубашки, мягчайшие. Мягкие. Да. Мягчайшие. Хлопковые. Да? Да. И они вот такие вот, понимаете, не бойтесь этого овера. И не бойтесь этой длины. Вы любой футболкой, любым топом, который внутри, можете либо удлинить себя, либо укоротить себя. Если вдруг вы захотите что-то тут покороче или что-то такое более оголенное, то тогда вы наряжаете красивый пояточный топ и дальше идете в этой рубашке. Так, джинсы мои любимые, мам джинс. Сюда вам дам, опять же, полосатую рубашку небесно-голубую. А мы, наверное, вот это пока оставим. Небесно-голубую. И вот он наш французский серый. Да, мы оставим, потому что он особо в это попадет. И вот он у нас французский серый. Девчонки, смотрите, как красиво сработает. Как бы мне это... Знаете, если мы остаемся в бейсболке, вот это уже лишнее. Оно уже не нужно. Если мы снимаем бейсболку, снимаем, например... Ой, Инна, мне же надо еще красивую бейсболку не забыть показать. Да-да-да, новую. Новую, да. То тогда вот это... Галстучек. Галстучек. Нет, Инна, вправка. Знаешь, вот эти, которые... Вот эти газовые платки, помнишь? Да-да-да. И вот их прям вправляли туда внутрь, в рубашке. Ну, красиво. Очень. И мне нравится. Девчонки, овер на овер и притык рубашка. Да, так работает. И брошечка работает, Тань. Брошечка вообще красива, потому что вот попадание. Я брошечку еще хотела. Я не хотела ее тянуть ни к обуви, ни к чему. Я хотела ее нюансом подтянуть. А здесь, девчонки, смотрите, на фоне лаванды, вот у этого платка, да, на фоне лаванды вот эти вот пятна. И если мы с вами вот так вот сворачиваем и прикладываем, у нас просматривается голубой вот этот цвет. Вот так вот красиво работает лаванда. Ну, а вы помните, да, что лаванда тоже по цветам бывает разная. Кстати, она бывает голубая. Такая голубая, красивая-красивая середининка. Рубашка мелкая, притычная. Не такая, как предыдущая рубашка. Но тут в этом и задумка. Опять же, мы широкие штаны, мам, джинсы, широкий жакет. Мы чуть-чуть рубашкой заужаем. Шорты. Я говорю, я буду вам показывать шорты. А что, у меня деваться некуда? Васильковую футболку. Что-то, наверное, должно быть как с одного места. А не бывает ролика, чтобы все было хорошо. Вот. Вот такая зипка. Она, конечно, идеальная. Ну, чуть-чуть пожеланная. Простите нас, пожалуйста. Зипка была подготовлена для другого ролика. Но сегодня почему-то она решила принять участие. Наверное, вот это мы уберем. А, наверное, девчонки, вот это мы добавим. А знаешь, что мы можем? Мы можем и вот это добавить, и вот это. Смотри. Мы сейчас выделим из шорт именно вот этот розовый. Ну, это да. Японский розовый. Помните, девчонки, я говорила? Наверное, даже не вот так, а вот так. У тебя ногти тоже такие, да? Розовые. Нет, это у меня ногти сакура. Сакура. Сакура, это вишня. Ну, ё-моё. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Я мамота. Кто-то ругался, ну, там тоже из наших. И у них, ну, вот это оскорбительно, типа. Маму там. Да-да. А я мамоту вот так вот. Девочки, шорты широкие, но это такой плотный трикотаж. У меня у самой есть такие шорты, тауп. Я их люблю, я их ношу. Они для меня идеальны. Инна, смотри, как ловит сейчас вот этот вот японский пирсик. Ты смотри, что он делает. Просто удивительно. И лаванду, и вот всё на себе. Девочки, опять покажу шорты, опять покажу костюм. Хочу, чтобы вы на костюме выделили вот джинсовка, да? Не вываренная до такой степени, как мы думаем. И джинсовка такая более спокойная для глаза. Я хочу вам... Девочки, если мы остаёмся в такой объёмной обуви, вот это нет. Нет. Если мы сюда добавляем более какую-то аккуратную обувь, либо какие-то сапоги-казаки, либо какие-то... Не знаю, вот вам даже что дать. У меня... А давай она тогда вот так и вот так. Я просто хочу вам брошку эту завязать. Если мы оставляем вот эти кедики, ничего страшного, что у нас такие пятна. Мы на это не смотрим вообще. Мы теперь кеды привязали к брошке. Вот так работает. Не всегда. Принт работает на принт. Какая-то женщина сказала, что я добавила зипку вот этому лунгу нашему, и получился ужас. Это ваше субъективное мнение. Мнение для моего глаза и для моего мозга. Ты всегда права, да? Другое. Не, ну они тоже должны свою точку зрения высказывать. Вы должны говорить это, да, конечно. Никто не говорит. Просто если вы, например, видите что-то, ну там, для себя, что не зашло вам, да, ну и, пожалуйста, обсуждайте это. Я вообще ни разу не против. Лаванда. Сюда мы даем наши любимые колокольчики. Одна футболка, да, осталась? Да, да, да. Посмотрим сейчас. Тонкая такая. Да, тонкая. Такая тонкая и очень-очень качество приятное. Деджонки, здесь делаем выбеленный образ. Тянем вот к этому колоколу. Вот этот жакет тянем туда. Нет, вот это уже слишком. А вот это... Вот это, да, мне нравится. А не слишком. То леопардовая слишком, а вот этот ряды вообще ни разу не слишком. Ну, девчонки, клюш, рыбка и вот такие объемные кроссовки, это вообще идеально. Но плюс к этому мы еще и добавили с вами овер-жакет. Здесь вообще как-то такой смонтировалось все. Хорошо бьется. Обтекаемость вот этих вот веточек. У нас там обтекаемые какие-то полоски на кроссовках. Кроссовки просто очень удобные. Очень. Сейчас погода немножко какая-то такая грязная. Поэтому я в белые обуви, да, Инна? Ну, да. Но они хотя бы у тебя, ну... Ну, они хотя бы как-то вообще вот... Их протереть как-то можно. Они тепленькие у тебя. А те все-таки там сетка. Они-то в любом случае лето. В общем, ждем лето. Не знаю, чуваки, дождемся, нет? Ну, на той неделе уже придет. Ну, Инна сказала, значит, нет. Короткие лавандовые бананы сюда вам дам. Вот такой, чуваки. Вот опять видите, что они делают? Это такая и выворка, и облезлость, и как будто хлоркой вас залили. Очень красивый цвет. Цвет называется голубой топаз. Вы уже его знаете. Нравится, как подходит к этому цвету штану. Но мы не остановимся и добавим наш идеальный жилет. Чему? Конечно, к буквами кроссовкам. Да, супер. Звездная, да? Да. Мне нравится. Очень хочется добавить эту лавандовую сумку, но Инна ее продала. Да-да-да. Месяца четыре назад. Не, меньше. Ну, меньше, не важно. Девочки, не надо только вот голубой сумочки, не надо только голубых носок. Вот этого здесь делать ничего не нужно. Футболка сама по себе как отдельная единица работает. Так как на ней белые буквы, мы притянули к ней жилет. Я покажу вам еще одну футболку. Она пришла одна. У нас был такой жакет вот с таким же принтом. Да-да-да. Вот помнишь, она, да? Вот такой же был принт на жакете. Вот просто вам показываю, потому что, ну, как бы, когда приходит красивая вещь, она нам сегодня вообще не в тему. Ну, когда приходит красивая вещь, должна это сделать. А спасибо вам за подписки. Люблю Цулу и Чел. Чел.